здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы из ссср меня зовут татьяна и в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала работница номер 12 за 1973 год статья называется семейный праздник все мы помним шумные школьные елки новогодние балы в общежитиях клубах кафе веселые молодежные вечеринки но проходят годы и понимаешь как хорошо когда под звон курантов сдвигают за семейным столом бокалы самые родные люди и ребятишки тут же изо всех сил стараются не заснуть не пропустить приход нового года и старики которых так не хочется оставлять в этот вечер одних нет что не говорите новогодний праздник лучше всего встречать дома в кругу семьи и близких друзей в каждом доме свои привычки свои традиции и вкусы но все же позвольте дать несколько советов может быть они помогут сделать праздничный вечер еще приятнее совет первый красивый дом в новый год никак нельзя без елки не обязательно огромная до потолка пусть будет совсем маленькая одна пушистая ветка нарядные и синтетические елочки а можно сделать и свою особенную ни на что не похожую вырезать елку из цветной или серебряной бумаги фольги наклеить ее на большой лист картона и дополнить разной формы ветками листьями конечно тоже разноцветными не надо стремиться точно подражать природе чем причудливее тем интереснее прикрепите вашу елку к двери или стене и разукрасьте ее как подскажет ваша фантазия разумеется к этой веселой работе игре надо привлечь детей кто предложит самую неожиданную идею а теперь можно заняться комнатой флажки гирлянды елочная мишура и канитель снежные хлопья звезды сосульки из фольги и ваты разноцветные фонарики воздушные шары серпантин быстро преобразят ваше жилище не забудьте про окна можно на стекла наклеить экзотические листья из плотной бумаги стволы деревьев вырезанные из бумаги ветки приколите к занавескам вот и превратилась обычная ваша комната в сказочный лес два слова о клее без которого все это колдовство не получится лучше всего сделать клейстер разведя сначала холодной а потом горячей водой крахмал или муку клеит хорошо и не оставляет пятен красивый стол нет речь пойдет не об угощении об этом хозяйка конечно позаботилась а вот красиво подать блюдо празднично сервировать стол умеют не все начнем со скатерти на этот раз обойдитесь без клеенки без прозрачной пленки поверх скатерти сегодня праздник доставайте самую лучшую самую красивую желательно белую туго на крахмаленную если нет скатерти можно под каждый прибор прямо на стол положить салфетку кстати их можно смастерить специально для новогоднего вечера вырезав из бумаги разные по цвету и форме звездочки снежинки цветы можно положить их и на скатерть будет очень нарядно на белую цветные на цветную белые сквозные как кружева теперь немного сервировки перед каждым гостем поставьте мелкую тарелку нож справа режущей поверхностью к тарелке слева от тарелки зубцами вверх вилка чайную или десертную ложку положите перед тарелкой если есть закусочные тарелки поставьте их на столовые рюмки ставят перед тарелками чуть справа желательно чтобы кроме рюмки стоял еще фужер или стакан для воды можно поставить еще третью более вместительную рюмку для вина на тарелку или рядом с ней слева положите салфетку можно бумажную украсьте стол зелеными еловыми ветками шишками можно поставить их вазочки бокалы или просто положить на скатерть как хорошо если у каждого прибора лежит еще веселая открытка с поздравлениями и пожеланиями под новый год все мы становимся романтиками всем хочется заглянуть в будущее и очень приятно если тебе пожелают как раз то о чем ты мечтаешь открытки лучше не покупать сделать самим разрисовать украсить аппликацией наклеить кусочки ткани фетра меха в приложении к номеру 11 работницы мы рассказали как это делается неплохо выпустить и свою семейную стен газету трудно сказать что доставит больше радости читать или делать ее придумывать клеить рисовать есть и еще один новогодний обычай делать друг другу подарки пусть самые маленькие только нестандартные сегодня за столом собрались близкие люди вы знаете кто что любит что кого порадует загляните в приложение предыдущего номера нашего журнала может быть она что-то подскажет вам какой-нибудь пустячок нарядно упакованный можно положить на стол рядом с пожеланиями или иначе сложите все подарки под елку и устроить и лотерею ведь гости наверное тоже придут не с пустыми руками и дети приготовили какие-нибудь сюрпризы давайте не забывать эту милую новогоднюю традицию гости приходят обычно не все вместе да и за еду принимаются не сразу чтобы они не томились в ожидании праздничного ужина не поглядывали на часы накройте еще и маленький столик что-то вроде холодного буфета поставьте тарелки с крошечными на один укус путербродами в них можно для удобства воткнуть палочки с печеньем фруктами орехами приготовьте фруктовую воду разные соки сиропы лед и соломинки для безалкогольных коктейлей они всем придутся по вкусу особенно детям пусть гости сами придумывают и дегустируют диковинные смеси вкусно и весело если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить выход следующего видео а в следующем видео я зачитаю для вас окончание этой статьи благодарю всех за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы из ссср